у нас спальня была на втором этаже и уложив ну и ребенка уже лизу уложила спать и я легла спать и вдруг звонок ночью причем я уснула очень крепко я прям вот крепко крепко уснула и проснулся звонка который я взяла телефон и и в телефоне говорит я умираю а 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 вот у нас был математик петр иванович который смотрит так по журналу и говорит да что то алёша степанов тебя оценочки нет поставлю к я тебе двоечку мы естественно весь класс как за что петр иванович алёша в первую очередь за что петр иванович он говорит ах ты не знаешь за что достает свой неизменный портфель достает это был у нас девятый класс учебник для поступающих во втулзе высшие технические учебные заведения и говорит лёша реши-ка мне вот этот тот примерчик лёша встает к доске берет мел и начинает выписывать на доске пример который занимает полторы доски все отличники делают вот так потому что понимают что лёша естественно не решит а нерешенный пример не может оставаться на доске и понятно что начнут спрашивать их лёша когда дописал пример поворачивается говорит петр иванович я не решу это он говорит ну вот а ты говоришь за что ну что ж поставлю тебе еще одну военру вот с таким носом вот с такими зубами которые первое занятие начинал с того что здравствуйте дети я больше всего не люблю двойственника поясников и грызунов мы говорим кого Борис Архивович а это того кто семечки в парту грызёт это было где-то классе в пятом может в шестом может в седьмом рядом сидел со мной сын одного из редакторов Волжской коммуны у нас были в Самаре всего две газеты в советское время Волжская заря и Волжская коммуна не было такого разлёта и поэтому это был человек из прессы сын человек то есть он разбирающийся это и однажды он пришел в театр и говорит знаешь где я был вчера я говорю где в драме на Левше я говорю ну и чё и как он говорит ну это вообще класс я говорю ну надо сходить он говорит ха сходи ты билеты достань и вот это магическое билеты достань для меня стало и когда я в восьмом классе на встрече в библиотеке с артистами из Самарского театра мне достались два пригласительных пригласительных на двух человек на скучнейший спектакль чайка в котором я конечно же ничего не понимал я пришел я сел как сейчас помню сидел в билетаже я сел и у меня было я было ощущение что я попал вот куда-то туда куда доступ только для избранного вот этот красивый зал вот это бесконечная люстра это музыка это таинство открывается занавес на сцене происходит действие я ничего не понимал но вот это вот магия вот это меня до такой степени что когда я говорю я поступил а поступил я в студию при театре когда я поступил и прочел свое вот свою фамилию в списках я вот так вот спускался по этим ступенькам служебного входа и плакал от того что иду и думаю господи неужели я каждый день буду по ним ходить кстати театр устроен классический по-настоящему как старый русский классический театр сейчас уже так не делают то есть здесь есть мужская сторона есть женская сторона где гримоуборные только мужчин а на другой стороне гримоуборные только женщин и подходы с мужской стороны подход точно так же с женской стороны подход выход на сцену такого уже нет сейчас где будет комната там и переодеваются и кто это а это все было очень грамотно продумано в том плане что допустим мужчина переодевается он может выбежать в коридор в труса за подевальщицей и он не стесняется что будет идти какая-то актриса то же самое и женщина Гатя, привет! привет, мой хороший привет, моя Гатя на барском конном дворе все чаще и чаще слышалось фырканье возня по салону а иногда и визгливые сердитые ржане столпившихся и повздоривших о чем-то лошади блядь вот вот хочется сказать что Олег был востребован в театре и в драме и в актерском доме очень плотно и работал он сутками и практически без выходных без выходных потому что он еще работал преподавателем педагогом по актерскому мастерству и понедельник единственный выходной он весь день работал с детками это третий, четвертый, пятый класс и он их обожал и приезжал всегда и я конечно переживала за то что работы было очень много я ждала всегда отпуск чтобы его увезти куда-нибудь мы старались уезжать в деревню там он мог отдыхать отдыхать от компьютеров отдыхать от общения отдыхать от всего но когда его уже начали использовать как машину когда на него пошел спрос на Олега Белова как на артиста тут меня уже насторожило потому что ему ставили спектакли самый мощный спектакль у него был монохолостомер полтора часа проживал всю жизнь и умирал ему ставили в день по два холостомера утро утро день вечером он бежал в свой драматический театр играл Моцарта где он опять умирал очень часто после холостомера подходили зрители и просили там был застроен поклон он выстраивал могилу снимал шапку клал ее и уходил и на поклон не выходил с людьми была истерика они хотели видеть на поклоне Белова и очень часто девочки которые вот со школ привозили их на это произведение просто были истерики когда просили я заходила или там кто-то администраторы просили Олега выйти показаться что он живой что все нормально ну мы с Олегом познакомимся уже достаточно давно ну больше двадцати лет точно и Олег был приглашен в спектакль Самарта как артист театра драмы он очень выделялся во первых своей такой искренностью открытой такой человеческой природой как будто он был весь обнажен и такое ощущение что человек без двойного дна человек который существует на восторге от театра от того что происходит он был тогда молодой и азартный и он мне сразу тогда так я на него обратил внимание думаю какой интересный парень какой интересный интересно какой будет артист и артист он оказался потом замечательный все двигало меня в актерскую профессию вот это попадание в школу я там впервые узнал в школе а это был уже пятый класс что у нас оказывается в городе есть театр нет соприкоснулся с этим я чуть-чуть раньше у бабушки в деревне тогда я впервые соприкоснулся когда на какой-то праздник делали выступление надо что-то сделать поздравить вот колхозников я говорю а давайте мне так нравились Маврикина с Никитичиной я говорю ну я один не могу за всех сыграть и я парня одного одноклассника подтянул я говорю Коль поможешь мне я говорю я буду Маврикина вот это а ты будешь Никитичный там попроще вот мы сделали интермедию и я стал гроза свинарников и коровников мы проехали с концертами большим туром по всем это так понравилось им дояркам всем и свинаркам что меня уже начали слушайте а давайте вот соседнюю деревню вот там тоже просят приедьте покажите дружба с Олегом я уверен что это уже больше чем дружба на восемьдесят пятом году я встретил этого мальчишку в туалете самарского академического театра драмы в кепочке пацан девятиклассник шустренький худой и так получилось что мы начали учиться вместе он настолько был жаден к нашей профессии что постигал это ежеминутно я думаю что он даже ночами репетировал или даже во сне репетировал учил тексты я учился очень хорошо и мог поступить замечательно в любой институт и университет закончив восемь классов я вдруг с ужасом обнаружил что я могу сейчас уйти уже поступать куда-то а я ничем не хочу в своей жизни заниматься я как представлю себя допустим врачом я страшно кровью боюсь я думаю нет я не смогу или я себя представлю инженером я думаю вот эти вот этим всю жизнь заниматься да я удавлюсь я думаю ну ладно пойду в девятый пойду в девятый у меня будет еще два года девятые и десятые подумаем а там придумаю идем мы с одноклассником ну я говорю пойдем погуляем он говорит да я не я не могу у меня сегодня я сейчас вещи должен переодеться и в драм-кружок мне я говорю куда Он говорит, драм-кружок. Я говорю, а что это такое? Он говорит, то у нас вот здесь, вот в клубе 4-го ГПЗ у нас артисты драм-театров идет кружок. Я говорю, а что это такое? Ну мы спектакли делаем, все. Я говорю, а кого туда беру? Он говорит, ну всех, кто хочет. Я говорю, и мне можно? Он говорит, конечно, можно. Я говорю, я смогу прийти? Он говорит, да, приходи. И я прихожу, в 6 часов этот драм-кружок ведет народный артист России Борис Федорович Заволокин. Вот он вел этот кружок. Я говорю, здравствуйте, Борис Федорович. Я вот хотел бы, он говорит, ну хотел, давай, проходи. Я стал заниматься, мы стали делать спектакли. Мне это так нравилось, я так кайфовал в этом во всем. И вот заканчивается сезон, учебный год. И вдруг Борис Федорович сам подходит ко мне и говорит, Олег, ты знаешь, у нас в этом году набирают студию при театре. Ты знаешь, я вот на тебя посмотрел, у тебя есть все данные, я советую тебе попробовать поступить. Я говорю, а что это такое, Борис Федорович? Он говорит, а при театре, студия театральная, Петр Львович Монастырский набирал, 4 года учил, потом выпускал, выпускал, перерыв и еще 4 года. И эту студию, кстати, закончили многие выпускники, которые потом в будущем стали известными. Тот же Юрий Демич закончил эту студию в свое время. В нашем театре работают до сих пор. Иван Иванович Морозов, который закончил эту студию. Валентин Викторович Пономарев, который эту студию закончил. И я так подумал, думаю, отлично, никуда ехать не надо, потому что, конечно, ни в какую Москву я не поеду. А здесь, думаю, попробую, прямо в этом городе, причем ничего не надо, приди, попробуй. И если поступлю, я думаю, я пойду учиться. А не поступлю, так пойду дальше в школу, закончу 9-й, 10-й и все. Я пошел, попробую и поступил. Вы знаете, как Александр Сергеевич Пушкин был всем хорошим, обязан своей няне, Арине Родионовой, так и я всем хорошим, что во мне есть, обязан своей бабушке, Анне Семеновне. И на каждый жизненный случай у нее был свой, ни на что не похожий рассказ. Вы знаете, я помню, как однажды, когда я что-то стащил из соседского сада, то ли яблоки, то ли арбузы, бабушка посадила меня, села передо мной и рассказала мне историю про нос. Страшную историю про нос. Олег, а Олег, на краю нашего села стояла пилорама, и мальчишки лазали туда ночью и таскали оттуда реечки, делали из них сабли и играли в мушкетеры. Особенно на этом поплеще отличились два брата-мушкетеры. И рабочим, конечно, это надоело, и они пожаловались матери братьев на сыновей. Но мать как-то легкомысленно отвезлась к их жалобе и сказала, что вам реечек жалок? Подумаешь, взяли мальчишки по две реечки. Он и леса сколько. Но время шло. Братья выросли. Поехали в Тольятти, поступили в техникум и стали заниматься очень плохим делом. Шибали с людей в дорогие шапки, а потом их продавали. Конечно, это не могло продолжаться бесконечно. Их помали. И был суд, и приговор был суров. И вот мать, приехавши на суд, подходит к своим детям, сидящим на скамье подсудимых, чтобы попрощаться и сказать, что она будет их ждать. А один из брасьев говорит, мама, нагнись, я тебе что-то скажу. Мать наклоняться к нему, а он впивается зубами ей в нос, откусывает его, выплевывает, и говорит, вот, это тебе за то, что в детстве меня вовремя по рукам не стукнуло. Неожиданно. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты Вот, Санькина доска, можем подойти. Саньки Амелина доска. Вот с его обрельефом. Вы тут со всеми знакомы, друг мой? Вот, да, Ваше Величество. Герпрефект. Добро пожаловать в Вену. Гергофмейстер. Рад приветствовать вас. Гергофмейстер. 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 Я вижу, Вы не знакомы с нашим придворным композитором. Это серьезное упущение. Каждый, кто любит искусство, должен знать маэстро Сальери. Это он сочинил этот прелестный марш, Ваше учение. Господи, ты такой пустяк. Тем не менее, тем не менее. Я просто потрясен. Ой, у него тут столько идей, да. Они прям брызжат из него, как из фонтана. Не правда ли, Штракт? Да, сэр, прелестное сочинение. Благодарю Вас. Я хочу познакомить Вас. Итак, наш придворный композитор, маэстро Сальери. Герр Моцарт из Зальцбурга. Моцарт, вы получили наш заказ на оперу? Да, Ваше величество. Нет слов, чтобы выразить мою признательность. Я клянусь, вы получите самое лучшее, самое совершенное развлечение, когда-либо неспособленное монарху. Вот, это то, о чем я вам и говорил. Вот с той стороны была мужская страна, а эта страна женская. Какие репетиции, кто играет, а это вот спектакли какие. Моих-то не осталось. Вы слишком много себе позволяете, сударь. Ну, простите, простите мне мой язык. Ну, в самом деле, ну, нельзя же воспевать вечно подвиги героев и богов. Да, именно так. Вечно. Начинали мы еще, когда учились в училище, был такой спектакль «Хрустальд и Катринка». Он играл горохового строчка, я играл ватрушку. Это такие интермедийные клоунские персонажи, которые были в переходах. Так получилось, что эти роли мы получили, будучи студентами. Соответственно, параллельно репетировали профессиональные актеры. И такая смешная ситуация получилась. Нам-то хотелось, естественно, выделиться, но актерской профессии не без тщеславия. И мы были всегда готовы к репетиции. Мы приносили свои кастрюли, сетки, какие-то приспособления. И режиссер Рафаэл Павлович, он все время нас выставлял первыми на репетицию. И к нам подошли профессиональные актеры. И тогда достаточно обидчиво сказали, «О, Олег, ну в конце это концов, ну давайте уж вы посидите, мы поработаем». Ну, естественно, они тоже вышли. Но мы, еще будучи студентами, уже играли вместе дуэтом в этом спектакле. Я не должен был попасть, потому что Петр Львович, он в этом смысле был классик. Его труппа, конечно, была, все обалдевали. Все мужчины были, это красавцы. Все женщины, это были красавицы. Я когда вышел читать, он говорит, «А вы можете что-нибудь спеть?» Я говорю, «А можно я на гитаре играю? Можно я вот сейчас гитару возьму, там абитуриенты сидят?» Он говорит, «Да». Я выбегаю из камерного зала, выхватываю гитару, захожу и невольно подслушиваю разговор. Сидят вот так в камерном зале через проход, монастырский, а вот с этого боку сидит главный режиссер Тюза Муравец. И Муравец говорит, «Ну, Петр Львович, надо брать, ну классный же парень». На что Петр Львович ему говорит, «Да куда, Володя, ну куда мне его, ну куда, ну от горшка два вершка, ну куда?» «Это я сейчас метр семь шесть, а тогда я был еще меньше». А он никогда никого просто так не брал. Он говорит, «Не, ну куда?» Он говорит, «Ну, Петр Львович, ну хороший же». Он говорит, «Ну куда я его, ты понимаешь?» На что Муравец ему говорит, «Петр Львович, я его возьму к себе». Он говорит, «Точно возьмешь, Володя?» Он говорит, «Обещаю, возьму». Я захожу, у меня вот так комок стоит, обиды вот этого. Я отпел, все, узнаю, что я попал. Ну, представляете, учиться вот с этим ощущением, что тебя никогда не возьмут. Я учусь все эти четыре с половиной года, и вдруг после окончания единственный, кому предлагают остаться, это Петр предлагает остаться мне в театре. Мы закончили вместе училище, он уехал. Хотя его оставляли в театре, но он решил попробовать себя дальше. А у меня тогда завязались отношения с однокурсницей. Я прихожу и говорю, «Петр Львович, ну я так не могу, понимаете как?» А ее он не брал. Я говорю, «Петр Львович, ну тогда простите, я не останусь». Потому что, ну понимаете, муж в одном месте, жена в другом месте – это не семья. На что директор тогда был Вилярамыч Мусаян такой. Он говорит, «Дурак, дурак, ты не понимаешь, что ты теряешь!» «Ты не понимаешь, от какого театра ты отказываешься!» «Там такого нет!» Ну я, конечно, был молод, я думаю, ну конечно, бла-бла-бла. Естественно, мне казалось, я не знал еще ничего, почему этот театр считался одним из лучших на периферии во всем. Сейчас расскажу историю. Я приехал, первый мой ввод был, это был самоубийца Эрдмана, я играл роль немого. Репетиции вводных не было. Я говорю, а как же без вводных репетиций? Он говорит, а там тебя ничего не нужно, тебя просто выведут, посадят. И тебе главный герой рассказывает монолог, а ты просто сидишь его слушаешь и все. И потом за тобой приходит тетушка, забирает, уводит, говорит, что он не мой, извините, и уводит тебя. Ну я думаю, ну ладно, не надо, не надо, но я так, как всегда, я обожал грим. Я пришел за полтора часа, думаю, буду искать грим. Я с собой привез гумоз, все, грим привез с собой. Сижу, этим гумозом клею себе, лигнина нет, вот чем стирать. Я иду в гримцех, говорю, скажите, а когда мне лигнин принесут, на что мне отвечать? А можете еще и лигнин принести? Я сразу все понял. Дальше меня начинает пугать другое. Моего костюма нет, я вспоминаю, что я даже не мерился. Я смотрю, время 15 минут до начала, костюма нет. Я помню, что я в конце первого акта думаю, ну ладно, там 50 минут первый акт идет, пусть. Но все равно думаю, ну мне хотя бы померить. Но я понимаю, что я из деревни, там это, даже если он мешковатый будет, ничего страшного. Но его нету, нету, думаю, ну ладно. Спектакль начинается, костюма нет, вот тут у меня начинается мандраж. Я прихожу в костюмерный цех и говорю, извините, а мне костюм что-то не принесли, какой мне костюм? На что мне поварить? Я говорю, а ты кого играешь? Я говорю, я немого. А, это что, костюм играл? Я говорю, ну да. Ну сейчас. Идут в костюмерный цех, там, берут его костюм, дают мне на благо дело, он моего, это, я одеваю, он на мне сидит. Ну все нормально, слава богу, я все понял. Ну а потом ситуация повернулась таким образом, что он был просто необходим у нас здесь, у себя на родине, в Самаре. И в 92-м он вернулся. Я говорю, Петр Львович, он на лавочке сидит около театра. Я говорю, я хотел вот в театр. Он говорит, ну что, ну мне нужны артисты, но я тебя не знаю уже, я тебя три года уже не видел, я не знаю, какой ты стал. Надо показаться. Я говорю, все без разговоров, Петр Львович, конечно я покажусь. Он говорит, Олег, ну ты понимаешь, у меня был такой артист, вот твоего плана. Мне всегда очень сложно было найти на него работу, вот, потому что ты такой подросток, понимаешь, ребенок, выглядишь молодо, невысокого росточка. Пьес таких не так много. У меня был такой актер, вот, Сергей Кагаков, мне очень трудно было на него найти. А я как раз учился, когда был Сергей Кагаков, и я видел, что Сергей Кагаков играл вот так. Я говорю, Петр Львович, я готов, я готов ждать. Когда я попал, я сразу же, сразу же полностью в работу попал. У него было такое, мы даже смеялись всегда, это называлась такая формула доверие плюс один. Любой молодой артист, приходящий в театр, сразу же получал три роли. Главную роль, роль второго плана и эпизод. Если он нигде не проявлялся, тогда уже смотрели, оставлять его или не оставлять. Но талантливый человек обязательно где-то проявится. В главной роли не всегда тебя могут разглядеть, и плюс на тебя направлено все, человек может зажаться это. Роль второго плана дает тебе большую свободу, но тоже не дает полную свободу. И эпизод это то, что дает тебе полную свободу, где ты, тебя можно увидеть насколько ты, как ты хочешь. Есть. Повесили. Я думал не повесили табличку. Нет. Повесили табличку. Это память, это история, это обязательно должно быть. Нет никого. Вот здесь вот кстати вот еще остались его эти. Вот тут был Санечкин стол. Целая была серия. Это сейчас осталось. Он был большой и большому человеку дарили большие вещи. Вот это конечно огромные молодцы, что они вот это делают. Ладно, Аркаш. Подвигайся, братья. Подвигаюсь. Ах, Аркаша. Разбился я с театром. А уж и жаль теперь. Как я играл. Очень хорошо. Ой, как я играл. Хорошо. Да так, хорошо. А что с тобой разговаривает? Что ты понимаешь? Последний раз в «Лебедяне» играл я в «Белизария». Сам Николай Александрович Рыбаков смотрел. Да ну. Да. Кончил последнюю сцену, выхожу за кулисы. Николай Рыбаков тут. Положил он мне вот так руку на плечо. Геннадий, не надо помилосердствовать, я ей Богу боюсь. Подожди, я пример только даю. Не надо, не надо. Меня так чуть не убили совсем. Кто, как? Кто? Бечевкин. Он Липунова играл, а я Фидлера. Ну? Он еще на репетиции все примеривался. Я, говорит, тебе Аркашка вот так в окно выкинула. Этой рукой за ворот возьму, а этой поддержу. Так, говорит, и высажу. Так Каратыгин делал. Слушай, я молил его, молил. Говорю, дяденька, не убейте меня. Я на коленях перед ним стоял. Говорит, не бойся, говорит Аркашка, не бойся. Приходит день спектакля, подходит наша сцена. Я вижу, публика его принимает. Я смотрю, у него губы трясутся, щеки трясутся. Глаза кровью налились. Подстелите, говорит, этому дураку что-нибудь под окном. А то я его в самом деле убью. Ну, думаю, все. Конец мой пришел. Как я сцену туда играл, не знаю. Подходит он ко мне. Вы знаете, лица человеческого нет. Ну, вот зверь зверен. Взял меня вот так левой рукой за ворот. Поднял на воздух. А правый кулаком-то как по затылку меня тресли. Света я не видел, Геннадий Демьянович. Сажень три летел, а так нас дверь женскую уборную прошиб. Хорошо вам трагиком-то. Его за эту сцену тридцать рад на сцену вызывали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь мог коллегой остаться. Немножко бог милого. Эффектно. Надо запомнить. Ну, постой. Как ты там говоришь? Ну, не надо, Геннадий Демьянович, не надо. Ну, ладно, ладно, потом, потом как-нибудь. Так вот, выхожу я за кулисы. Положил он мне вот так руку на плечо. Ты, говорит, и я, говорит, умрем, говорит. И, конечно, когда у меня возникла там возможность поставить спектакль в театре, в драме, я, конечно, сразу позвал его и Амелина. Я с Амелином познакомился через Олега Белова. И вообще с этим театром познакомился во многом с артистами через Олега. Потому что Олег для меня в какой-то степени открывал театр драмы. Бене! Бене! Я тоже хотел бы пожелать вам успеха с вашей игрой. Да, он будет грандиозным. Охотка! Я уже нашел замечательную певицу на главную роль. Да, и кто же это? Ее зовут Катарина Кавальери, она немка. Но почему-то ей кажется, что, чтобы сделать карьеру, проще выступать под итальянской. А она права, это моя идея. Ведь Катарина моя лучшая ученица. Ну, правда, совсем еще невинное дитя. Даже немножко глуповато, как все молоденькие певицы. Но ведь ей еще нет и двадцати. А вы славный малый солье. Да. Вы знаете, мне очень понравился ваш маленький выпуск в мою честь. Да пустяки, не стоит благодарность. Позвольте вспомнить, если получится. Да, конечно. Он ваш. Дальше эта мелодия повторяется, да? Я и Санька, это счастливцев и несчастливцев. Наши с ним взаимоотношения завязались еще тогда. Меня студента взяли на большие гастроли в Ленинград тогда. И мы приехали, и Сашка ко мне тогда подошел, а для меня это было я. Впервые в жизни был в Ленинграде. И он подошел ко мне и тогда говорит, ты был когда-нибудь в этом городе? Я говорю, нет. Он говорит, ты знаешь, куда здесь можно сходить? Я говорю, нет. Он говорит, хочешь я тебе? Я говорю, хочу. Он говорит, пошли. И они с Ольгой Чудайкиной женой. Он говорит, мы сегодня идем в Александроневскую лавру. Пойдешь с нами? Я говорю, да. Поэтому, когда я пришел, вернулся, у нас уже были давние дружеские взаимоотношения с ним. А впервые мы с ним, наш дуэт состоялся. Это была Академия смеха. До этого мы играли много спектаклей. Мы партнировали, но все время как-то вот не вдвоем, а вот там. И вот вдруг здесь вот этот толстый, тонкий и плюс разница темпераментов совершенно разная. И в плане фактуры были совершенно разные и дополняющие друг друга. И потом, конечно, в этом спектакле нас увидел Гришко и благодаря этому предложил мне Моцарта в Амадеусе. И Амадеус, конечно, это стал наших с ним. После этого все хотели нас видеть еще и еще. В таком случае 200 флоринов для него достаточно. Жалование невысокое, но ведь и услуги тоже. Мне даже не пришлось маскировать свою роль. Хайзер Скупергай не мог отказать себе удовольствии сообщить о своем решении лично. О, Моцарт, вы делаете нам честь. М-да. Ну, в общем, вот так. Такое неслыханное оскорбление. 200 флорин. На это жалование мышь нельзя прокормить. Ну, вы считаете, что это чистый символический жест, корматься. В юности мне дарили табакерки. Это ваше? Ну, если бы я знал, что вы так отреагируете на это. В общем, я бы ни за что не стал предлагать это императору. Так это вы предложили? Да, да, я. И очень сожалею, что не смог сделать для вас большего. Простите меня, маэстро. Простите меня, замечательный человек. А я чудовищный идиот. Простите меня. Вы меня пристыдили. Не переставьте. Нет, правда, вы славные млады, маэстро. Ну, ну, ну. Это что такое? Простите. Не надо. Не надо. Я же не святые мощи. А, в общем. Вот так. Ты идешь домой и ты понимаешь, что вот там вы вроде все правильно сделали, а там чего-то не хватает, и ты чувствуешь. Режиссер сидит в зале и говорит, ты понимаешь, Олег, ну, все правильно, но не трогает. Идешь домой, и ты понимаешь, что ты завтра придешь, и оно опять не будет трогать. И ты не спишь, ты лежишь дома, думаешь об этом, думаешь. Ну, тут как раз был новый спектакль. Взяли варваров. Вот шла притирка, шло распределение. Мне не досталось роли, я об этом думал, я переживал. Я никогда не гнался за большими ролями. Я всегда был рад тому, что дают. Ну, а тут как-то мне не нашлось роли. Я думаю, ну, чего меня позвали. Ну, режиссер меня, видимо, решил пожалеть, и он сказал, ну, я тебе придумал, там ролят. И я думаю, для меня, я говорю, это было так как-то. Думаю, ну, чего же там, не могли мне даже грузчика какого-нибудь даже найти. Ну, он пришел уже отрешенный, с другими глазами, абсолютно, абсолютно чужой. Ставит велосипед и говорит, можно попросить вас, я хочу побыть один. Она ушла наверх спать, я говорю, Галя, я еще почитаю. И чего-то почувствовал тревогу какую-то, какое-то странное ощущение. Думаю, позвоню Гале, скажу, чтобы она спустилась, что-то у меня так вот нехорошо. Потянулся за телефоном, а телефон лежал на столе. И я наклонил стол, телефон ко мне в руку скатился. Правая пока работала, я тоже, видимо, инсульт, я не видел, я тыкал, тыкал, тыкал. Думал, что я ей последний звонок делал, думаю, нажму на последний. А последний я звонил администратору. Кто-то приходил на спектакль, я брал пригласительный и администратором набирал. И я Ларисе Гвоздковой тычу, тычу, тычу. Она мне, алло, 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 а я ничего сказать ей не могу. И она уже перезвонила Галке и говорит, Галь, Олег мне что-то названивает. Ничего не говорит, что-то мычит. А Галка-то знала, что я на кухне. И она спустилась, и она увидела, что я на полу. Пока я спустилась бегом, я не поняла, что на кухне происходит. И я увидела, что все валялось на полу, все таблетки были разбросаны. Стол кухонный перевернут лежал. Стул, и посередине кухни лежал Олег, скорчившийся. И его просто вот так вот за секунды сворачивало. И речь уходила, он мычал. И это было страшно жутко. Я не понимала вообще, что это. Потому что я его... Потом думаю, если я сейчас буду его трогать, быстрее звонить. И единственное, что помогло, что скорая приехала очень быстро. Потому что я орала в трубку так, что это заслуженный артист России, что это Олег Белов, что он лежит на полу. Я не пойму, что с ним. Его сворачивают, руки выворачивают, ноги. Его просто вот как вот судорога большая, большая судорога. Его это... И он мычит, он не разговаривает. Приехала бригада, вот мой хирург уже, который меня оперировал, он сказал, он говорит, Олег, тебе повезло, что приехали. Очень грамотные ребята. Потому что вот скорая сделала все по максимуму, что можно было сделать, чтобы как-то минимизировать последствия инсульта. Потому что удар был очень сильный. И вот там, когда бумаги смотрят, они удивляются вообще, как я двигаюсь. Потому что при том поражении, которое у меня, я ни ходить, ни разговаривать не должен был. И это, конечно, я понимаю, что вот это скорая, которая все очень грамотно сработала. Скажи, Олег, ты ж почти на том свете был. Ну как? Ну скажи, ну есть там этот тоннель-то есть? Ну коридор, в конце которого свет. Я говорю, да не знаю. А вот сон мне один тогда приснился. И я его так явно помню. На высокой горе стоит бабушкин дом. Идет сильный дождь. И я, раздетый по поясам, бегу домой. Мне холодно, я забегаю на крыльцо. Торкаюсь дверь, а она заперта. Я начинаю штучать и кричу, бабуля, открой! А потом вижу в окно, сидит моя бабушка. Я говорю, бабуль, открой, я замерз. Ты чего заперла? А она вот так только качает головой и машет миром. Уходи, блин, уходи. И я понял, что она мне не откроет. А потом вдруг слышу голоса. Я поворачиваюсь и вижу, что вокруг дома в прогале стоят люди и что-то бормочут. И все со свечками. И только потом, когда я вышел из больницы, мне рассказали, что когда я был в коме, все мои родные и близкие и все, кто хотел мне добра, ходили в церковь, ставили свечи за мое здоровье. И всех я видел в своем сне. И сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать вам всем спасибо. И вот что удивительно, вот вы спросили, кто звонил и кто поддерживал. Поддерживали те люди, которые я не ожидала, которые забытые старые знакомые, старые какие-то друзья забытые, которые уже вот в суете. Они там живут, мы там живем. И уже связи пропали. Очень сильно поддерживал меня голос Вячеслава Алексеевича Гвоздкова. Я даже не ожидала, что он... Вот как случилось, и он... Мало того, что я понимала, что и Сашка, и Олег, но он каждый вечер в 12 часов ночи звонил. Звонок, я брала трубку, и этот хриповатый голосок говорит, «Колчонок, ну как?» И меня это так успокаивало. Это был тыл. Вот тыл голосовой, когда я понимала, что я не одна. У нас дома висит огромная фотография Гвоздков с труппой, где он всю труппу посадил в зал. И из зала фотография, где ребята к нему руки тянут. Вот так открытые ладошки, и все кричат. Как всегда, утром к Олегу в реанимацию я знала, что он в коме. И ко мне подошли прямо на входе журналисты, стали меня снимать и задавать вопросы. И говорят, прокомментируйте, пожалуйста. Потому что ни врачи, ни кто не дает комментариев по поводу Олега, то, что случился инсульт. Якобы он уже умер, а вы скрываете. И вот это меня, конечно, просто бешенство вело. И меня пригласили. Они говорят, вы могли бы на телевидении дать какое-то... Я сказала, вы можете сейчас прямо записать, пока он в коме. Я никаких комментариев не даю. На самом деле большую часть своей жизни, прожив с Олегом в одном городе в одно время, я только этим и была счастлива. Мне кажется, это достаточно просто в современниках своих иметь такого человека, как Олег Белов. А тут действительно вместе. Имея степень такой выкладки на сцене, такого таланта яркого, он при этом такой светлый, такой скромный. Ну и, в общем, мне не хотелось такого светлого и скромного человека беспокоить. Поэтому, в общем-то, все было отдельно. Пока однажды я не открываю интернет и не вижу такую надпись, что Олег Белов в коме. О том, что эта кома медикаментозная, что она под контролем врачей, я не знала. И в статье об этом не было сказано. Я подумала, какой кошмар вообще. Какой я ужасный человек. Я 16 раз ходила на Амадеуса. Олег Незрима вкладывал в мое взросление такое актерское становление. И я просто человеку ничего об этом, получается, кроме там спасибо за то, что вы делаете, не сказала. И мне показалось это просто, ну, это нечестно, неправильно. И я села писать письмо, чтобы, ну, хотя бы как-то что-то изменить. Оно получилось пятистраничное. Сажусь в маршрутку на первое сидение и начинаю читать. И понимаю, что письмо начинается с того, что как же так? Я человек, который увидел Олега. Это была моя большая мотивация, чтобы встать, чтобы сделать что-то в этой жизни. И неужели я не успею ему сказать спасибо? Я читаю и понимаю, что вот это первый раз, когда я дала волю слезам. Я ехала в маршрутке и рыдала. У меня просто текли слезы, водитель даже испугался. Он так посмотрел и говорит, вам плохо? Я говорю, нет, нет, все нормально. Я просто рыдала от того, что девочка, которая пишет, что у нее заболевание ДЦП, которое превозмогало свою болезнь. И как же она будет жить дальше, если она не скажет ему лично спасибо? И когда я приехала к нему, это был седьмой день его комы. Я прочитала это письмо уже без слез и ушла. А вечером, когда я пришла в больницу, врач меня так говорит, пройдемте в кабинет. Мне было страшно, потому что я знаю, что в реанимации семь дней – это страшное число. И утром, раз он не вышел из комы, меня уже потряхивало. И когда он меня позвал сначала в кабинет, мне тоже было неприятно. Он говорит, ну, у меня хорошая новость. Олег в обед вышел из комы. А у нас это случилось одновременно с Сашкой Амелиным. У него вот с сердцем, а у меня, я всегда смеюсь, я говорю, вот не случайно мы с ним все время в пару работали. У них были уже настолько такие партнерские отношения, знаете, как муж с женой, которые живут очень долго, когда уже не надо никому ничего объяснять, когда можно просто хорошо вместе помолчать. Мы тебе не говорили, ты только не волнуйся. У Олега инсульт. На что Санька, как всегда, рассердился и сказал, почему не говорю. Ну, понимаешь, мы знали, как ты его любишь, а тебе нельзя волноваться. А я и не волнуюсь, сказал Санька. Я верю, что Олег выкарабкается. Я знаю, как он любит жизнь. И даже врачи сказали, они говорят, слушайте, ну, если бы вот мы реально не увидели, мы бы сказали, что такого не бывает. Потому что, когда он умер, у меня, мне, естественно, не сообщали, у меня, я уже выписался из больницы, у меня на реабилитации в санатории. Мне вдруг становится плохо на массаже. И там массажистка говорит, Галь, забери что-то у Олега, мне глаза не нравятся, слушай, у него неповторные ли. Они вызвали главврача, и та меня направила в пироговку, чтобы мне сделать МРТ, проверить, неповторный ли инсульт. Она говорит, вы не волнуйтесь, вы, если ничего нет, то вы сегодня же опять вернетесь назад. Вот. И я, когда приехал, уже была готова реанимация, потому что они про Сашу уже знали. И врач тогда сказал Гале, он говорит, ну, я не ожидал, но я знал, что такое бывает. Ну, я, если бы я собственными глазами не увидел, что такая связка. Я знала, что в связи с тем, что с ним случилось, ну, ему будет сложно, и ему придется преодолеть, я даже не знаю, как это сказать, но большое, будем так считать, человеческое сопротивление. Вот. В моей жизни было подобное, и я уже знала, как с этим работать на сцене, как жить с тем, что вот ты был, ну, не знаю, воспринимался одним образом, и вот ты воспринимаешься другим образом. Поэтому мне казалось, что, несмотря на свой такой небольшой возраст, я все-таки могу протянуть ему руку и сказать, что Олег, я знаю, что с этим делать. Когда я узнала, что Олег с супругой часто отдыхают неподалеку от нашего театра у мамы, я подумала, ну, все, это вот точно последний знак, а не за пару остановок от места, где мы и репетируем. И тогда я нашла слова такие, что сказала ему, Олег, это маленький театр, но мы можем дать там три настоящих театральных звонка. Там есть черное пространство, там есть сценический свет, там есть сцена. И это такой небольшой актерский тренажер, с которого, может быть, можно начать с чистого листа, потому что то, что будет, будет не хуже, будет на другом уровне. Может быть, с другим посылом человеческой души и актерских чувств, потому что такие большие потрясения в судьбе, я уверена, они обогащают артиста. Мир ведь неблагодарный, и в театре забывают очень быстро, к сожалению. Ты ведь нужен, пока ты здоров в театре. А как только ты заболел, то ты очень быстро становишься ненужным. Тебе перестают звонить, ну и так далее. Это такая трагедия художника возникает, и не каждый ее переживает. Я очень рад, что Олег в этой ситуации выкарабкался. Хоть не до конца, но все равно. И даже тогда, когда он физически смог там что-то делать, он моноспектакль сделал, и какой, и какой. И потом, как только я начал делать там, продолжал свою работу, сотрудничество с театром драмы, я обязательно его взял. У него даже там роли не было. Мы ее просто сочинили в «Сэвидж». Мы сочинили для него специально роль. Потому что мне было очень важно, чтобы Олег в этом спектакле был, присутствовал. Знаете, как… Вот есть в доме домовой такой. Вот мне кажется, в этом театре драмы Олег – это такой персонаж. Домовой. Гвоздков, конечно, он тогда был жив, мне повезло. Потому что он это понимал. И несмотря на то, что у нас первая группа инвалидности, нельзя работать юридически. Он понимал, как для меня это важно. И он всячески ходил и придумывал, как бы сделать, чтобы я мог играть. И первый, кто подхватил это, конечно же, был Юрий Андреевич Васильев, который сделал на меня моноспектакль. И когда мы сделали, когда это состоялось, я понял, насколько мало того, что он меня вытащил этим. Потому что я не знаю, если бы у меня не было спектакля, я не знаю, как бы я. Даже при всей поддержке семьи моей. Я как только представлю, что ты сидишь дома, Галя мне всегда говорила, она говорит, Олег, когда мне первую группу дали, она говорит, я тебе уверял, Олег, поверь, не будет ни одной минуты, что ты будешь сидеть, смотреть в потолок и думать, что же мне делать. И она, конечно же, поддержала меня во всем в этом смысле. Была мощная поддержка в театре благодаря Гвоздкову, который делал все для него. Он относился к нему как к сыну. По поводу постановок любой, что хочешь, Олег, хочешь это, хочешь это. Спектакль поставили один, восстановили другой. У Олега было в репертуаре пять спектаклей. Для человека с инсультом, ну, я не знаю, можно в историю заглянуть, чтобы человек с парализованной стороной, с левой, неработающей рукой, столько играл. Оксан, ну что, они придут у нас? Я так приду. Ну, им сказал ты? Ну да, я это. Если что, будешь заполнить. Плотникова, они могут еще купить кофт, пойдут. Плотникова? Сережка, сейчас я тут у нас сошел. Мы говорили всем. Да у нас, это, шаляй-валяй, Плотников, то ли забыл, то ли что, где был он, это неизвестно. А ты к нам? Ну, к полтретку, чтобы. Конечно, подержать, да. Я сейчас призываю, но я не могу, уже потом у вас будет даже лака, я хочу сейчас лишь. Нет, вам лака-то не будет, мы сегодня объявляем. Мы только своих. Плотникова не видела случайно? Ну ты что, сказал, у нас спектакль, какая аптека. Я забыл, что у нас спектакль. Ты что, Серега, ну ты обалдел. Давай, переодевайся, бегом, мой дорогой. Я уже переоделся. Молодец. Уже куртку одел. Молодец. Рано одел ее. Ничего, куртку не надо. Сейчас зарядишь. Сейчас зарядится. Сегодня у нас радостный день. Сегодня мы открываем первый областной открытый пара-фестиваль. Театр, территория равных возможностей. И это вот, кстати, тоже, опять же, вспомнив Гвоздкова, он Галю вызвал мою и говорит, Галя, поверь, я нашел выход. Он говорит, меня давно просит наш главврач Самарской психиатрической больницы дать им человека для драмотерапии. Я все время как-то откладывал, откаживал, все было не до этого, не до этого. Ты знаешь, это идеальное для Олега. Там вот это его совершенно нет. Там нужны его мозги. И это для него будет творческий выплеск. То, чего его лишили. Я честно скажу, я, проработав там вот уже сейчас 7 лет, я оглядываюсь назад и думаю, как я без этого жил. Потому что это такой стало частью нашей, я не могу даже сказать моей, потому что это стало частью нашей семьи. Потому что вся наша семья в этом участвует. Начиная с меня и заканчивая моей дочерью Лизой, которая знает всех их, участвует во всех их концертах, помогает им точно так же. Поэтому это действительно удивительная вещь. Последним мною сыгранным спектаклем был спектакль «Полковник птиц. Перед болезнью». Я там играл доктора-психиатра, который приезжает в заброшенный дом для душевнобольных. Вячеслав Алексеевич Гвастков сделал этот спектакль. И в финале из стороннего наблюдателя вдруг становится на сторону своих пациентов, которые решили идти и спасать мир. Как случилась беда в театре, что скоропостижно скончался руководитель, Олег, он очень растерялся. Он растерялся, потому что одновременно ушел из жизни его родной отец. Мы похоронили. И на следующий день ушел Гвастков. А дальше посыпалось больше. И за год стали сокращаться его спектакли. Ему неоднозначно дали понять, что инвалиды здесь не нужны. Ну, пусть где-то он. А человек работает на Самару, под шапкой драмтеатра. Выходит по три-четыре раза в месяц на площадки, в библиотеке, на какие-то общественные места, какие-то общественные стерилизации. Все бесплатно. И не говорю про это. Это все волонтерское движение, где он только вот так вот. Только позвонили. Да, 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 конечно. В библиотеку, да. С детьми встретиться, да, конечно. Там открытие чего-то, конечно. Олег Белов почитает стихи, и он бежит. И все, я говорю, это под шапкой драмтеатра. Все это написано в сказочной манере. Но это как в басне, знаете. Это, знаете, говорится о животных, а подразумевают это люди, да? А Иван шел опять темным лесом, и дороги никакой не было, а была одна звериная тропа. Шел он, шел, сел на повальную лесину, закрученился. Эх, в душ как будто удобрения свалили. У нас исчезли из нашего круга люди, которые последнее время приходили в наш дом, которые пользовались Олеговым именем. Они исчезли в один миг, которые не пришли ни в больницу, которые не пришли, ни позвонили. Думаю, странный инсульт. Это же не заразные заболевания, которые, да, передаются, или можно заразиться. Сдуло людей. Но он может набрать телефон, и мы можем там часами разговаривать про театр, про жизнь, про искусство, что происходит. И с каким, с какой внутренней яростью, понимаете, с каким внутренним несогласием, с несправедливостью той, которая возникает в театре. Не только в этом, в театре, в большом смысле, в глобальном понимании театра, с чем сегодня мы все сталкиваемся. Он блестящий артист, блестящий, понимаете, уникальный. На уровне, вот если бы он жил в столицах, понимаете, уже давно бы это была бы такая, ну, была бы такая звезда, которая не сходит с экранов телевизоров, там, все. А так как он живет в провинции, Москва ведь не особенно заботится о том, о провинциальных артистах, и не очень их знает. А в провинции иногда встречаются вот такие вот сумасшедшие люди, как Олег Белов. Он фигура, понимаете, он фигура. Это большой русский артист. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok